Всем привет! Мы снова на канале современные родители. Сегодня герой обзора – увлажнитель воздуха Honeywell ES800. Вашему вниманию главные характеристики и основные особенности модели. Чтобы не пропускать новые обзоры, предлагаю подписаться на канал и включить колокольчик. В описании под видео вы найдете подборку ссылок на лучшие цены. Не забудьте поставить лайк и поделиться своим мнением в комментариях. Особенностями климатической установки или мойки воздуха являются бесшумный ночной режим, наличие функций увлажнения, мойки, очистки с увлажнением. Прибор является отличным охладителем воздуха природного типа, то есть полностью воспроизводит процесс очистки, охлаждения и увлажнения воздуха, происходящие в естественной среде. Самый явный пример – водопад. Иногда приборы данного типа называют кондиционер без воздуховода, то есть комплекс не требует никакого отвода воздуха в окно или монтажа, как традиционные кондиционеры. Также в отличие от традиционных кондиционеров, в качестве охладителя используется обычная вода. В кондиционерах это, как правило, фреон, который сильно пересушивает воздух. Это не позволяет добиваться экстремального искусственного охлаждения до заданных температур, а снизит воздух в пределах нескольких градусов. 3,7 в зависимости от площади, текущей влажности и температуры окружающего воздуха, что с точки зрения врачей является наиболее оптимальным для дальнейшего нормального самочувствия человека. Ведь давно известно, что искусственное снижение температуры в помещении более чем на 5 градусов относительно температуры на улице ведет к ослаблению иммунитета, простудным и респираторно-вирусным заболеваниям. Таким образом, вы сможете избежать пересушивания воздуха, охладить воздух в небольшом помещении до 20-25 квадратных метров на допустимые величины, а также отлично очистить воздух от различных загрязнений. Микроклиматическая установка рекомендуется для людей, ведущих здоровый образ жизни, аллергиков и астматиков, детских комнат и комнат с престарелыми людьми. Подходит для очистки воздуха с увлажнением, а благодаря бесшумному ночному режиму рекомендуется для спальни и детской комнаты. Из реальных отзывов я выделила основные плюсы и минусы этой модели. Сначала о минусах. Нельзя вынимать бак сразу после отключения увлажнителя. На пол попадает грамм 30-40 воды. Маленький объем бака. При таком расходе воды бак нужен больше. Нет ионизации, много расходует воды. Дует слабее в несколько раз, чем напольный вентилятор за 1000 рублей. Теперь перейдем к плюсам. Эффективно и удобно. Умеет работать очень тихо. Максимальное потребление 36 Вт. Очень хорошая производительность и малые габариты. Дизайн, цвет и компактность. Отличный дизайн, малошумный, хорошо очищает и увлажняет воздух. Обзор подошел к концу. Буду благодарна за лайки и подписку на канал. Чтобы получать уведомления о выходе новых видео, включите колокольчик. Поделиться своим мнением, а также задать вопросы вы сможете в комментариях. В описании вас ждут ссылки, перейдя по которым вы сможете выбрать лучшую цену и узнать актуальное наличие. До скорой встречи на канале Современные родители. Субтитры создал DimaTorzok